В эфире новости Дагестан, в студии Зухаралиева. Здравствуйте! И вот о чем пойдет речь в выпуске. Покорить или рассердить? В Махачкале на самой оживленной улице в рамках рекламной акции девушки провели процедуру по увеличению губ, что вызвало бурную реакцию прохожих. Местный, экологически чистый и с лояльными сценами. В Махачкаре прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Мечты сбываются, если верить. Компания Effect Development разыграла пять путевок на Малый Хадж. О победителях смотрите через несколько минут. Пять человек погибли, в том числе один ребенок, в результате аварии, которые произошли в республике за прошлую неделю. Как сообщает ГИБДД региона, еще 60 человек, среди которых три несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Всего с 19 по 25 августа на дорогах Дагестана зарегистрировано 39 ДТП. 25 случаев хищения электроэнергии выявили майнинг-фермами с начала года. В отношении нарушителей составлено 16 материалов на сумму свыше 80 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает Минэнерго-республика. Отметим, что с начала года дагестанские энергетики провели более 150 рейдов. Стоит отметить, что накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит легализовать майнинг криптовалют. Заниматься этим смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. На территории шести сельских населенных пунктов Кизлярского района сорняком заражено более 5000 гектаров земель. Это связано с обнаружением очагов амброзии. Одного из самых опасных карантинных сорняков. Он может нанести серьезный ущерб как здоровью человека, вызывая тяжелые аллергические заболевания, так и сельскому хозяйству, подавляя культурные растения и истощая почву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Стремление за красотой, вызвавшее недовольство жителей Махачкалы. На одной из самых оживленных улиц столицы проводятся разного рода рекламные акции. Одна из которых стала поводом для всеобщего обсуждения. Невзирая на прохожих, девушке были оказаны услуги косметолога по увеличению губ. В большинстве прохожие выражают свое недовольство по этому поводу, хотя находятся и те, кто не против подобного. Где-то грань креативного маркетинга и безнравственного поведения, выяснял Абдул Алиев. Улица Буйнакского. Излюбленное место для прогулок как для горожан, так и для приезжих. Все бы ничего, но говорят, что в последнее время здесь происходят странные явления. Это одна из самых многолюдных улиц в городе и подходящее место для тех, кто любит, как говорится, на других поглядеть и себя показать. Происходящее здесь иногда может вызвать как минимум удивление. Как недавний случай, когда посреди улицы девушки проводили косметологическую процедуру. Рекламная акция вызвала бурю эмоций у жителей столицы. В основном негативные. Конечно, это надо порицать, я считаю, что это неправильно, то, что у нас здесь такое распространяют. Это не в наших кондициях, у нас в Дагестане так не принято. Странно. Прямо на улице, это, во-первых, антисанитария, такого нельзя делать вообще на улице. Должны быть специальные помещения, где подобает это делать. На улице как? Для каждой вещи должно быть свое место, да. Иногда не надо выходить за грань того, что дозволено. Скажем так, чисто просто, не обязательно там даже с какой-то моральной точки зрения. Просто, да, люди гуляют, не место это для этого. Ну, для каждого, у каждого нормально свое. Но я, например, против такого. А то, что они делают на улице, ну, если это не касается меня, то мне вообще разницы нет. Для меня эта реклама была очень вызывающей. Мне кажется, что есть другие способы продвижения. И это, во-первых, неправильно, потому что это всем санитарным нормам соответствует. А во-вторых, ну, это некрасиво, как минимум. Но мимо тоже не пройдешь. Мимо прошел, значит, тебе безразличен все это. Надо остановить каким-то образом. Во-первых, для этого есть отведенные салоны, да, где все должно стерильно все это проходить. И то я противник этого всего. Ну, на улице это я считаю... Один, в целом, замечание надо было сделать. Замечание по-любому надо сделать. Не ругаться, ничего, но просто подойти и объяснить, да что. Я думаю, те люди, которые это делают, и так знают, что это неправильно. Ну, наверное, для того, чтобы вот так обсуждали люди. Заслуживают ли подобные акции всеобщего осуждения? Или люди опять все раздули и накручивают? Факт в том, что кто-то посчитал это нормальным, а значит, есть повод задуматься, если даже и не бить тревогу. Где гарантия, что горе специалистов маркетинга не потянет на еще более изощренные перформансы? Мы должны посмотреть через призму религии. Посмотреть, Дагестан 90% из кого состоит, из мусульман. В исламе данная процедура запрещена, правильно? И отсюда же и выходит ответ, как мы должны реагировать на это. Конечно, будут и те, кто будет и поддерживать. Это было всегда. Но наше дело всегда осуждать. Как только мы начнем молчать, все хуже и хуже, и хуже будет становиться. Но меня больше поразило, конечно, не то, что они сделали, потому что будут такие люди. Мне поразило то, что не было людей, которые осудили это, не подошли, не сказали. Вот это больше всего пугает, к сожалению. Только Всевышний всем судья. Но это не значит, что нужно стремиться сесть на скамню подсудимых. Подобные акции, по словам богословов, идут вразрез с религиозными принципами. В таких случаях, не переходя грани, необходимо реагировать. Важно правильно подбирая слова, донести до людей, что они, мягко говоря, неправы. Согласно канонам религии ислам, это не подобает, не подобающее поведение для мусульманий. Помимо этого, еще когда это делается открыто, еще это распространяется на всеобщее обозрение. То есть религия ислам смотрит на это категорично. Плюс ко всему, если мы говорим даже про нас, про дагестанцев, про Кавказ, мы должны понимать, что слово «гарянка», которое есть у нас, это красивое, прекрасное слово, это почетный статус для любой женщины. Каждая женщина должна соответствовать этому статусу. Почему именно должна? Потому что в этом и заключается красота женщины. Свобода слова, действий и вседозволенность – это не одно и то же. Дагестан – официально светская республика, но со своими устоявшимися вековыми традициями. Здесь не считают устаревшим благочестивый образ жизни. Поэтому всегда будут находиться те, кому не безразлично, что происходит в наших краях. Равнодушие – одно из худших качеств. Но стоять в стороне или оказать хоть какое-то влияние, чтобы остановить порицаемое – это выбор каждого. Но факт в том, мы не должны забывать, что живем в Дагестане, где слово «честь» – это не просто набор букв. Это то, что берегли наши предки и завещали беречь нам. Абдулла Алик, Шамир Хириасулаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Сто несанкционированных свалок было выявлено на территории республики за первое полугодие. По ним уже вынесены 40 предостережений, 13 из которых исполнены органами власти на местах. Остальные материалы направлены в природоохранную прокуратуру. К административной ответственности на общую сумму более 70 миллионов рублей привлечены должностные и физические лица. 4 километра дороги Буйнакск-Гимры-Черката отремонтировали в этом году в рамках нацпроекта. На этом отрезке установили новые барьерные ограждения, дорожные знаки, сигнальные столбы и разметку. Об этом сообщила пресс-служба Минтрансрегиона. Общая протяженность трассы, которую планируют привести в порядок, составит почти 14 километров. Все работы намерены завершить в следующем году. В Махачкаре прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Торговая площадка развернулась на улице Пушкиной и собрала около 200 производителей из разных районов республики. С выставленной продукцией ознакомился и министр сельского хозяйства. Ярмарка сопровождалась выступлениями творческих коллективов из муниципалитетов республики. Практически весь ассортимент, который производит Дагестан, здесь представлено. Здесь и молочная продукция, мясная продукция, овощи, фрукты. Цены очень доступные. Например, я сейчас прошелся 400-430 рублей. Сейчас в некоторых местах стоит баранина, говядина в районе 400 рублей, лук по 10 рублей. Поэтому цены очень доступные. О, ярмарка что надо? Зелень, мелень, перец. Насколько нужны такие ярмарки? Да хоть каждый день. И то рады будем. А что, чем на базар лучше сюда? Священный месяц Рамадан. Компания «Эффект Девелопмент» разыгрывала пять путевок на Малый Хадж. По средствам генератора случайных чисел определялись победители акции. Две путевки на Умра достались покупателям квартир в жилом комплексе «Гранатовый». Еще две подопечным фонда «Инсан» и одна путевка нашла своего обладателя среди подписчиков социальной сети компании. Теперь у всех счастливчиков есть шанс отправиться на святые земли до конца года. Пообщалась с будущими паломниками. Моя коллега Тамара Самедова ей слово. Неожиданный поворот судьбы. Именно так можно описать историю Хиромагомеда Мусаева, одного из подопечных благотворительного фонда «Инсан». В месяц Рамадан он тяжело заболел и думал, что его дни сочтены. Но, по его словам, Всевышний распорядился иначе. Компания «Эффект Девелопмент» преподнесла ему неожиданный подарок – путевку на Умру. Эта новость придала мужчине сил, и он решил заняться здоровьем. Теперь он мечтает как можно скорее отправиться в паломничество. Думал, что он уже последний день остался. Мне уже сейчас полегчало, им стало лучше, выздоровеет все. Прошло как будто я должен уже ехать туда, не умирать. Ну, как вы сами понимаете, если такой сын. Я даже не думаю, что по идее. Рукиа Махмудова из Дербента – еще одна подопечная «Инсана». В этом году она встала в очередь на получение путевки от благотворительного фонда. И даже не могла представить, что ее мечта сбудется. Теперь Рукиа думает только об одном – какую дату выбрать для паломничества. Позвонили, сказали, что я выиграла. Это было вообще… эмоции вообще были совсем необъяснимые. Ну, Всевышний Аллах решил так, что мне надо туда поехать. Альхамдулила. Среди счастливых обладателей путевок оказались и покупатели квартир в ЖК «Гранатовый». Серфинат Саидова и Мадина Магомедова не ожидали, что вместе с новыми квартирами получат возможность отправиться на УМРУ. Для каждой из них это стало приятным сюрпризом. Поэтому и дату для совершения паломничества они выбирали с трудом. Честно говоря, я даже не знала, что даже розыгрыш есть на этом. Когда мы покупали, нам не говорили. А когда позвонили, конечно, эмоции были очень такие, что… неожиданные. Дочке позвонили, и дочка позвонила. Я была на работе, не знала, кричат или смеяться, или что делать, я не знала. Я не могу передать эти эмоции, потому что действительно было очень неожиданно. Мечта каждого – побывать на этих святых землях, и когда вот так вот тебе дорогу прокладывает, можно сказать, сам Всевышний, эти эмоции не передать ни с чем. А вот Шамиль Джонаев мечтал выиграть автомобиль, но судьба распорядилась иначе. Вместо машины он получил самую заветную путевку для мусульман. Я смотрел передачу «Битва за лимон». Ну, про розыгрыш УМРА я еще тогда не знал, я был подписан на Мерседес. Ну, выиграл УМРА. Я в дороге был, когда еще розыгрыш шел, я вот уже когда доехал, связи там не было, когда доехал уже, там ребята, подписчики уже писали в Телеграм, поздравляют. Я, ну, с чем поздравлять мне. Потом смотрю, да, выиграл. Дуа делал, чтобы Аллах помог, чтобы выиграть. И, ну, я выиграл, я рад очень. Акция проходила с 1 февраля по 31 марта 2024 года, а итоги были подведены 3 апреля с помощью генератора случайных чисел. Сегодня мы их всех собрали вместе, определяемся с датами, кто когда полетит. Вот, все очень счастливы. Для некоторых это была полная неожиданность вообще. Вот, но самое главное, что теперь они отправляются и будут делать, я надеюсь, дуа за нас всех. Вот, и, конечно, очень приятно, что компания «Эффект Девелопмент» вот такие приятные сюрпризы, такие, делает подарки для жителей нашей республики. Отметим, что компания «Эффект Девелопмент» уже завоевала доверие клиентов, особенно благодаря проекту ЖК «Гранатовы». Их офис в Дербинте активно работает, предлагая отличные условия для покупки жилья и заботу о каждом клиенте. Тамара Сомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин